МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем говорить об интересных книгах для детей. Сегодняшний выбор целиком на совести одного из моих сыновей. Девятилетний Данила очень категорично сказал, ты должен рассказать о детективах про Поппи Пим. Я прочитал все четыре, и мне очень понравилось. Мы сели читать вместе, и я понял, что сын прав. Книги Лоры Вуд о приключениях девчушки Поппи Пим отличные детективы для детей примерно 8-12 лет. Всего Лора Вуд написала четыре повести. «Проклятие фараона», «Двойная загадка», «Тайна катрабандиста» и «Секрет черной пенни». Уже из названий понятно, что в каждой книге есть что-то интригующее. Например, в этой книге Поппи Пим узнала, что на территории школы зарыты сокровища. А потом она выясняет, что и пожар в городской ратуше произошел не случайно. Наконец, спектакль по пьесе Шекспира, который ставят дети, оказывается, несет несчастье, и кто-то хочет сорвать его премьеру. Поппи Пим начинает расследование и находит реального преступника. У книг Лоры Браун есть как минимум одно очевидное достоинство. Ей удивительным образом удалось найти баланс, чтобы сделать детективы понятными и интересными детям, но одновременно это действительно загадочные истории, которые не выглядят вторым сортом рядом с подобной литературой для взрослых читателей. Поппи Пим расследует, ищет злоумышленников, работает с уликами и тому подобное, без сюсюканий и очевидных упрощений. Даже размер книжки, например, у этой 320 страниц, подтверждает, что перед вами пусть и детская, но литература. У англичанки Лоры Браун есть сайт. Он любопытно сделан, и если вашему ребенку понравятся истории про Поппи Пим, можно попрактиковаться в английском на сайте автора этой серии. Жаль только, что про продолжение этих детективов ничего не слышно. Но в любом случае, четыре книги у нас уже есть. Лора Браун. Похождение по Поппи Пим. Читаем.